Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова. Меня зовут Юлия Прелл, и в сегодняшнем видео у нас с вами будет обзор новой коллекции Colourpop X Barbie или Colourpop в коллаборации с Барби. Если честно, мне было сложно пройти мимо этой коллекции, потому что она такая милая, она очень девчачья. В общем, чем больше я смотрела на эту коллекцию, тем больше я понимала, что мне она нужна. И мне кажется, если вы были фанаткой Барби в детстве, то тут, опять же, будет сложно пройти мимо нее. Я как раз-таки была большой фанаткой Барби в детстве, у меня было много кукол, и именно поэтому я поняла, что эта коллекция для меня. Если честно, я не так часто покупаю что-то от Colourpop, просто потому что их коллекции, они, ну, недостаточно интересны, чтобы я их покупала. Тем более, раньше, как мне кажется, у них были проблемы с доставкой. Не в том плане, что посылки не приходили, просто их приходилось очень долго ждать. Но сейчас, оказывается, можно заплатить, по-моему, 15 долларов, чтобы ваша посылка пришла через буквально два дня. Кстати, ребят, вы, наверное, заметили уже мой палец, он не в самом лучшем состоянии. Я сегодня готовила, когда я снимала видео, и, в общем, я случайно его порезала, потому что, как, я о чем-то думала, и в итоге такая чик, и все. В общем, да, аккуратненько, когда готовите, не думайте слишком много, когда готовите, это бывает не очень полезно. Итак, перейдем уже к самой коллекции. Я, наверное, заговорилась уже, извиняюсь. Итак, эту коллекцию можно приобрести все еще, что удивительно, на сайте Colourpop за 99 долларов, что я и сделала. И в эту коллекцию входит все, начиная от милого зеркала, о котором мы поговорим чуть позже, заканчивая, собственно говоря, палеткой. Вот, наверное, с палетки мы и начнем. Эту палетку вы также можете купить по отдельности, на самом деле, но просто, как всегда, когда вы покупаете что-то в сете, это всегда в разы выгоднее, чем покупать всю коллекцию по отдельности. Первое, что я хочу показать вам, это как мило выглядит упаковка этой палетки. Здесь мы видим, написано Барби, и Барби у нас не простая Барби, это Барби в стиле Малибу, то есть можно ожидать не такие, я бы сказала, классические тона в этой коллекции, как, например, мы видели палетку от Pearl, Барби, там вот были, мне кажется, чисто такие оттенки, которые характеризовали бы Барби. Упаковка очень чувствуется, ну, я бы сказала, продуманной, а она не простая, как эта, знаете, картонная упаковка, нет, она объемная, что здорово, да, не приятно оттрагиваться, это факт. Что мне очень понравилось, сзади на упаковке, когда вы захотите прочитать какие названия рефилов этой палетки, вы можете видеть эти милые сердечки, что чрезвычайно мило. Мне кажется, ушло Тилбери на ее последней палетке, там также сердечко сзади, а не просто там обычный какой-то круг, плюс один к милости этой коллекции. И палетка сама выглядит у нас вот таким образом, естественно, она очень разноцветная в стиле Барби с Малибу, и мне на самом деле нравится подбор оттенков в этой палетке, просто потому что оттенки очень подойдут к приближающемуся лету. Я думаю, что эта палетка будет идеальна как раз-таки для летнего сезона, потому что здесь можно найти все те яркие оттенки, о которых вы можете только подумать, когда захотите сделать макияж в летний период времени. Здесь очень яркие оттенки, но тем не менее, они еще и могут оставлять следы на ваших веках. Полезно знать всегда, но, в общем, вот этот оттенок, этот оттенок и этот оттенок, и этот, если не ошибаюсь, оттенки у нас пигмента, то есть это нужно иметь в виду. И здесь, что безумно обрадует любого почитателя Colourpop, это то, что здесь нет глиттеров, здесь нет этих склеенных глиттеров, здесь есть только шиммеры, что мы и любим. Никто не любит, мне кажется, глиттеры, потому что с ними безумно сложно работать, и, ну, просто они будут осыпаться у вас так или иначе. Стоит она 25 долларов, что далеко не самая маленькая цена для палеток Colourpop, просто потому что у них обычно цены чуть ниже, но в данном случае мы имеем дело с лицензией для того, чтобы Colourpop продавать палетку с брендом Barbie на палетке. И, собственно, именно поэтому цена за каждый элемент этой коллекции, она чуть выше, чем то, с чем обычно Colourpop выходит. Сейчас я вставлю вам свочи того, как смотрится эта палетка. Мне, на самом деле, понравилось, как она свочится. И я бы сказала так, что некоторые оттенки, они свочились чуть лучше, чем другие. Это я говорю сейчас именно о пигментах, потому что все-таки, да, пигменты, это такая, мне кажется, форма у теней, которая не так иногда хорошо свочится, как просто обычные тени в обычной форму или в сатиновой. И уже после того, как я сделала свочи этой палетки на своей руке, я увидела, что у этой палетки действительно невероятно летнее настроение. Также мне очень понравились мелкие детали в этой палетке, а именно здесь у нас такая радуга, нарисованы здесь у нас сердечко, то есть это реально очень мило. Я думаю, что Colourpop очень хорошо удалось передать настроение, опять же, этой коллекции, просто сделав эту палетку. Дальше, мне кажется, что эта коллекция не была бы полной без хайлайтера. Да, хайлайтер здесь, он просто огромный. Первое, с чего я хочу начать, это с упаковки. Упаковка, опять же, смотрится невероятно интересно, продумано, красиво. Опять же, ассоциации с летом. Этот хайлайтер просто огромный, он действительно с почти половины моей ладони. И здесь мы видим 9 грамм продукта, то есть его хватит на очень долгое время, как мне кажется. Вот так вот он выглядит внутри. Очень красивый такой золотистый хайлайтер. Однако, я была удивлена очень сильно, что оказывается в этом хайлайтере не такой прям насыщенный золотой пигмент. То есть я ожидала, что это будет прям золото-золото, как, например, у хайлайтера от Анастасии Беверли-Хиллз. Iced Out. Но нет, это золото в этом хайлайтере, оно, я бы сказала, носибельное. То есть, если я даже захочу носить его днем, нанести его для дневного макияжа, то это будет тоже нормально. Потому что не будет такого, что, о, боже, какое сияние, знаете, какой блеск. Да, он дает определенно очень такой красивый, естественный, я бы сказала, даже не то, что натуральный, но не так привлекающий внимание блеск и сияние. И мне он определенно очень сильно понравился. У него очень приятная текстура. Тебе реально хочется его потрогать, трогать и трогать, потому что он супер мягкий по формуле. Хайлайтер у нас стоит 12 долларов. Его еще можно пока купить на сайте Colourpop, так же, как и эту палетку. Далее, наверное, что является, ну, не то, что хайлайтом, но зеркалом этой коллекции, я шучу. Это зеркало является одним из тех элементов коллекции, что уже распродано. Однако, если вы купите сет, то вы его получите изначально. Я, когда зашла на сайт, я подумала, зеркало, ну, допустим, его нет в наличии, ну и что? Но когда я открыла эту посылку и посмотрела в это зеркало, и посмотрела на то, какое оно милое, какой у него девчачий классный цвет розовый. Какое оно еще, к тому же, мини, да, то есть это реально очень маленькое зеркало. Которое, как мне кажется, ну, не как мне кажется, очень многие сказали, что оно будет идеальным для того, чтобы делать макияж глаз, для того, чтобы нанести, допустим, реснички накладные. То есть оно компактное, и это очень здорово. Я думаю, что это зеркало я буду брать в свои следующие поездки, потому что это не что-то вроде такого, да, такое ты вряд ли захочешь брать с собой в поездку, а это самое то. Упаковка выглядит этого зеркала вот таким образом. Здесь мы видим невероятно красивую куклу Барби, но она уже у нас в Малибу, соответственно, поэтому, мне кажется, она не выглядит так, как выглядит любая другая Барби из других коллекций и других брендов. Очень все мило смотрится, и знаете, кто-то сказал, что не хочется выбрасывать упаковку от этого зеркала, я согласна с этим, это может быть с легкостью, как мне кажется, предметом интерьера вашей бьюти-комнаты. И да, это реально очень классное зеркало, и упаковка все продумано. Единственное, что когда я открыла это зеркало, я понюхала его, потому что я слышала, кто-то сказал, что оно пахнет очень странно, и оно пахнет, знаете, как кроссовки с китайского рынка, что-то вроде того. Я долго не понимала, почему оно так пахнет, что за запах. Оказывается, это зеркало, оно помещено, сейчас вам покажу. Это зеркало помещено вот в этот материал, я забыла, как оно называется, я не помню, что это за материал. В общем, если вы знаете, ребята, пишите внизу, у меня уже, наверное, мозг не валит. Но, в общем, этот материал, он дает этому зеркалу какой-то непонятный запах, может быть, это даже как резина, я не знаю. Но, в общем, из-за этого материала зеркало пахнет не очень, и придется его, скорее всего, выставить, может, не знаю, не на улицу, но где-то положить его, чтобы этот запах, он испарился, потому что пахнет это очень похимически. Далее, у Colourpop ни одна коллекция не обходится без ресничек, сейчас они на мне как раз-таки. Реснички эти можно купить также по отдельности, они стоят 9 долларов, они еще в наличии на сайте Colourpop. И стиль этих ресничек называется Doll Lashes. Мне реснички понравились, они реально очень чувствуются легкими, но надо иметь в виду, что эти реснички, они наклеены на ленту, и поэтому, если вы не любите ленточные реснички, то, в общем, они, возможно, и понравятся вам. Я не любитель таких как раз-таки ленточных, каких-то тяжелых ресниц, но, несмотря на это, они чувствуются очень легкими. Их было достаточно также легко нанести на мои глаза, что очень здорово. Поэтому, да, реснички мне определенно понравились. Однако, я слышала очень много, кто сказал, что реснички в коллекции Barbie должны были быть гораздо более длинными, гораздо более пушистыми, а эти не выглядят так, как будто бы они были созданы для этой коллекции. Да, возможно, они не такие прям кукольные, но, тем не менее, они дополняют образ, это здорово. Далее, в этой коллекции, конечно же, мы не могли обойтись без помад. В этой коллекции Colorpop мы видим три оттенка помад в сатиновой формуле. Эти помады идут вместе с карандашом для губ, что здорово. Но, однако, цена от этого повышается, то есть, вы можете купить вот такой один набор за 16 долларов, или же вы можете купить эти три набора помад за 48 долларов. Покажу сейчас вам свочи этих помад вместе с карандашами для губ. Я считаю, что они очень кремовые, они невероятно легко ложатся на губы, и сейчас на мне, естественно, одна из самых темных помад. Вы увидите, насколько она мне понравилась или нет. Но я считаю, что для коллекции Барби эти оттенки, в принципе, я бы сказала, раскрыли тему Барби, раскрыли оттенки, которые Барби, наверное, любит. Но, однако, я бы хотела все-таки увидеть здесь чуть более розовый оттенок, просто потому что я не считаю, что какой-то из этих оттенков, но кроме, наверное, оттенка Dream House, имеет в себе этот розовый, ну прям настоящий Барби оттенок. Хотя Colourpop считает, что Dream House это как раз-таки тот самый настоящий оттенок Барби. И, в общем, да, ребят, это то, с чем мы сегодня будем работать. Вся полноценная новая коллекция от Barbie X Colourpop. Я очень надеюсь, что вам доставит удовольствие смотреть обзор всей этой коллекции на моем канале, и мне будет очень приятно, если вы поставите лайк под этим видео, оставите какой-нибудь комментарий, или если вам, ну прям нравится мое творчество, подпишитесь все-таки на канал. Таким образом, эта поддержка, она очень многое значит для того человека, кто делает контент, потому что это означает, ну, больше мотивации, поэтому да, это будет очень приятно с вашей стороны. Я, естественно, оставлю все ссылки на эту коллекцию внизу под этим видео. Смотри, ребята, я перестаю болтать, давайте же перейдем к нашему видео. Поехали. Первое, с чем мы начнем, это будет, конечно, палетка Colourpop в коллаборации с Барби. Мне очень нравится дизайн, все такое милое, много розового, что, в принципе, ассоциируется у нас с Барби. Так как эта палетка очень радушная и разноцветная, мы хотим создать сегодня также достаточно яркий летний макияж. Посмотрим, что у нас сегодня получится. Итак, первый оттенок, с которым я хочу сегодня начать, это будет оттенок Boardwalk. Я уже вижу этот пигмент, прям невероятно пигментированный оттенок. Я хочу нанести это в зону затемнения и постепенно растушевать это к внутреннему уголку глаза. Вау, я удивлена, насколько тушевка прям очень легкая. Мне кажется, сейчас, когда я стала использовать продукт от Makeup by Mario, а не свой обычный праймер от Urban Decay, мой макияж, как правило, выглядит лучше, чем если бы я использовала свой праймер от Urban Decay. Это интересно, правильно? Потому что Urban Decay вроде считается самым крутым праймером, не так ли? Я возьму еще немного этого же оттенка Boardwalk. Кстати, использую кисточку от Ruffer под номером 15. Это одна из самых идеальных кисточек для того, чтобы наносить оттенок в зону затемнения. Следующий оттенок, который я хочу взять, должен быть светлее, чем наш предыдущий. И я думаю, что это будет оттенок вот этот, вот более как оранжеватый. Называется он у нас Let's Go Party. Я беру ту же самую кисточку, кстати говоря, номер 15. Я нанесу этот оттенок просто поверх нашего предыдущего оттенка. Давно не пользовалась тенями Colourpop. Вот я говорю именно о коллекциях, но я не покупала их очень давно. И когда ты не покупаешь очень давно какой-то бренд, ты забываешь немножко о том, ну, какой он хороший, плохой. И сейчас я понимаю, что тени Colourpop все-таки, они стоят своих денег, как минимум. Далее я хочу взять этот невероятно красивый розовый оттенок под названием Best Coase. Это, как мне кажется, настоящий аутентичный оттенок Барби. И я возьму кисточку от Ruffer Pot номером 01. И я хочу нанести его, опять же, в зону затемнения. Для такого, знаете, контраста в нашем образе, потому что мне кажется, это будет смотреться очень интересно таким образом. Я сейчас поняла, что мне необходимо два раза класть кисточку в рефил, чтобы я увидела ту пигментацию на веки от этого оттенка, которую я хочу. Очень интересно, но мне кажется, наш макияж уходит немножко в такой более розоватый, я не знаю, в более милый стиль, как мне кажется. Мне хочется добавить все-таки немножко контраста. Я решила взять вот этот оттенок под названием So Coal. Это как такой яркий оранжевый. Я уже чувствую это Malibu Barbie Wipe. Я видела много, кто из американских блогеров использовал вот этот потрясающий красоты цвет, как морской волны, что-то вроде того. Мне он это напоминает. И он может выглядеть для вас немножко бледновато, но в жизни он прям такой, ну, достаточно насыщенный цвет морской глубины, морской волны. И я поняла, что я сейчас хочу использовать именно его. Мне не хочется верить в то, что этот оттенок сделает наш образ каким-то дешевым, дешево-выгодящим. Но мы посмотрим. Я использую кисть, кстати, от Raffer под номером 13. Я не думаю, что это правильный оттенок для нашего образа сегодня. Вы как думаете, ребят? Нет, мне не нравится это определенно, поэтому сейчас сотру это и вернусь к вам уже через секунду. Да, это определенно было немножко too much для того, что я люблю в макияже. Теперь я хочу использовать вот этот оттенок, который называется у нас Zumba Match. Zumba обычно называется. И я хочу нанести его на нижний рост линии ресниц. Далее я хочу взять тот же самый бордовый оттенок, уже используя кисть от Raffer под номером 03. Я нанесу его опять же на нижнюю линию роста ресниц. Такого небольшого, как контраста. Я возьму ту же самую растушевочную кисточку от Raffer и еще получше растушую то, что у нас имеется. И, конечно, никакой макияж не может обойтись без шиммера. Я хочу использовать шиммер под названием Follow the Sun. Вот этот потрясающей красоты. Самый яркий из всех, я бы сказала, розовый шиммер. Я хочу нанести его на середину века. Я вижу потрясающей красоты пигмент и сияние, что мне очень нравится тоже. Да, это смотрится очень красиво. Я думаю, что этот шиммер потрясающе подходит к нашему образу сегодня. Также я хочу использовать вот этот шиммер. Это как такой цвет шампанского, мне кажется. Он самый цвет из всех остальных. Называется он у нас Cali Girl. Я возьму вот такую маленькую кисточку и хочу нанести этот шиммер в уголок глаза. Возьму палочку ватную и немножко подотру это. Знаете, что, ребят, мне захотелось почему-то использовать еще один шиммер. Называется он у нас, знаете, как Vintage Doll. Винтажная кукла. Она дает гораздо больше блеска. И это, естественно, потому что он чуть светлее, чем наш предыдущий шиммер. Извиняюсь, не предыдущий, а предпредыдущий шиммер, который у нас был такого бордового цвета. Да, мне кажется, это очень интересный макияж. Я этого давно не делала. Что-то такое яркое. Сейчас я покажу вам, как это смотрится вблизи. Мне кажется, это очень интересно и очень по-летнему. То есть я вижу такой летний вайп в этом образе. Сейчас я немножко подотру вот эту зону. Нанесу консилер и вернусь к вам уже через секунду. Так выглядит наш законченный образ. Мне нравится абсолютно все. Мне нравится, знаете, больше всего что? Это переход из такого какого-то интересного цвета апельсина, оранжевого цвета, к очень, я бы сказала, изначально даже не скажу, что оранжевый цвет может сочетаться с цветом фуксии. Мне нравится этот эффект амбре на наших глазах сегодня. И еще совсем забыла, ребят, я использовала также бронзу, чтобы немножко забронзиниться, забронзиться. Потому что из-за того, что здесь много света, мое лицо сливается совсем и его не видно. В общем, да, это я хотела вам сказать. Далее, с чем же Colourpop еще вышел в коллекции Colourpop и Barbie? Это, конечно же, реснички. Реснички это то, наверное, с чем мы ассоциируем Barbie. Ну, то есть ни одна Barbie, ни одну Barbie я не видела, у которой не было бы каких-нибудь таких пышных длинных ресниц. И мне на самом деле нравится стиль этих ресниц. Так они выглядят. Я не сказала бы, что они какие-то супер длинные. Они, мне кажется, они средние, подлиннее, я бы сказала так. И да, сейчас мы нанесем их на наши реснички. Перед этим я хочу вам сказать цену. Вообще, если я не ошибаюсь, то реснички, они шли только в наборе, который стоил 99 долларов. И сейчас я проверю на сайте, есть ли реснички эти отдельно в продаже. Я нашла это все. Есть они на сайте по отдельности, можно их купить. Стоят они 9 долларов. И вообще, название стиля этих ресниц называется Doll Lashes. Ничего более. Естественно, они все веганские, крюетли фри, крюетли фри. В общем, да, все в этом роде. Если честно, я ни разу еще не использовала реснички от Colourpop. Вообще ни разу. Первое, что я вижу, это то, что они не очень тяжелые, но есть тут у нас бенд. То есть, это то, на чем реснички держатся, на что они приклеены. И я не очень люблю реснички с вот этим бендом, просто потому что, если у вас чувствительные глаза, то вы, скорее всего, будете чувствовать его в зоне, где вы клеите их. Вот таким образом у нас смотрятся реснички от Barbie. Мне нравится, как они смотрятся. Не могу сказать, что, когда я смотрю на них, у меня есть ощущение стойкое того, что это ресницы, которые носит Barbie, просто потому что они не такие длинные. Вы можете видеть, что они достаточно такие средние по длине. И когда я читала комментарии к одному из постов у Colourpop на их инстаграме, я увидела, что кто-то сказал, что ресницы, они не ассоциируются у них с Barbie, потому что они не длинные. Barbie носит вот такие ресницы огромные, я согласна с этим. Но просто для того, чтобы использовать эти ресницы, например, на день рождения или на какой-то праздник или поход в ресторан, да, почему нет? Потому что они, как мне кажется, ну не какие-то, знаете, супер вызывающие выглядящие. Это здорово. Мне определенно нравится тот факт, что я могу использовать их не только для видео, но еще и за пределами моей бьюти-комнаты. Кстати, ребят, я тут забыла раскрыть зеркало, потому что я думала, ну оставлю на потом это зеркало. И, в общем, наконец-то я его раскрываю. Очень-очень нравится упаковка, даже, знаете, не хочется выкидывать ее просто потому, что это Barbie, и упаковка, она как будто бы может быть даже предметом интерьера в вашей бьюти-комнате. Мне очень нравится, как она здесь выглядит. Barbie, то есть это у нас еще раз не просто Barbie, да, к которой мы все привыкли, это Barbie в Малибу, Barbie в Малибу, Barbie из Малибу. И она немножко, я думаю, отличается, получается, от обычной какой-то Barbie. И надо сказать, что зеркало, оно было раскуплено одним из первых. Вот таким образом выглядит это зеркало. Мне нравится, как оно выглядит. Оно очень маленькое, оно супер маленькое. Здесь написано Barbie Colourpop, и на обратной стороне мы видим также Barbie и Colourpop. Barbie ex-Colourpop коллаборация. Ну, не мило ли это, ребят? Скажите мне, что это не мило. Следующее, что мы должны попробовать обязательно, без вопросов, это, конечно же, хайлайтер из этой коллекции. Я не знаю, Барби вообще использует румяна или бронзер, я не уверена в этом, но хайлайтер, как мне кажется, это то, что должна использовать Барби, как мне кажется. Кстати говоря, этот хайлайтер у нас еще в наличии есть на сайте Colourpop, и он стоит 12 долларов. Я почему-то думала, что он дороже чуть стоит. И у него 4 звезды на сайте. Если честно, когда я свочила его сегодня, я была в шоке от того, какая у него мягкая, почти как масляная текстура. Я была немножко в шоке. Кстати, упаковка просто огромная, она реально с половину моей ладони. Он такой мягкий, ребят, он просто мягкий, каким только хайлайтером может быть. Это очень-очень красиво. Он буквально может ослепить любого. Так, что-то я пока не вижу никакого пигмента, что очень странно. Эта кисть, она определенно не подходит для нанесения этого хайлайтера. Я возьму свою любимую проверенную кисть от Belly. Это бренд на Алиэкспресс из натурального Ворсона. Пока что очень странно, но мне приходится набирать и набирать этот хайлайтер на эту кисть, чтобы увидеть какой-то блеск. Вот сейчас я это вижу. Да-да-да. Что мне очень нравится, сразу скажу, у этого хайлайтера нет какого-то, знаете, чрезвычайно видимого золотистого тона. То есть у него есть золотистый перелив, да? Но это, я бы сказала, тот золотистый хайлайтер, который я бы даже носила. Да, у меня нет ничего золотистого в макияже, просто потому что он подойдет ко всему. У него нет этого кричащего золотистого пигмента. А этот он, на удивление, не такой прям, знаете, ох, золото, понимаете? Вот таким образом у нас смотрится наш хайлайтер. Мне нравится очень сильно. Я не уверена, видите ли вы то, что текстура моей кожи, она подчеркнулась или нет. Я в свое зеркало вижу, что этого нет. То есть есть такие хайлайтеры, которые очень хорошо могут подчеркнуть какие-то неровности на коже. Но не в этом случае, я не вижу этого, что очень здорово. Он огромный не только по размеру, но еще и по тому, сколько грамм здесь мы получаем. А мы получаем здесь целых 9 грамм продукта. Я думаю, что его можно использовать каждый день и не закончить его и через, не знаю, 3 года, например. Да, он очень красивый и мне нравится, как он смотрится на моей коже. Мне кажется, если у вас такой же подтон кожи, то вам он 100% подойдет. Даже не переживайте об этом. У нас здесь что-то очень интересное. Наверное, самое интересное из этой коллекции. Вот как мне кажется, я зашла на сайт Colourpop и первое, что меня привлекло из этой коллекции, это были помады. Но помады не просто помады, да? Они идут вместе с карандашом в наборе. Именно поэтому этот элемент коллекции стоит чуть дороже, чем если бы вы покупали это без карандаша. Потому что тут и карандаш, и, конечно же, помада, и лицензия, понятное дело, делают цену чуть выше обычного. Я не уверена, хочу ли я сегодня закончить свой образ с красной помадой или хочу. Вы знаете, наверное, придется все-таки, потому что здесь идет как? От самого светлого до самого темного оттенка. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я увидела эти сеты, это то, что здесь имеются разные картинки на коробке. То есть здесь мы видим радугу в середине, здесь мы видим солнышко, и здесь мы видим пляж и также шезлонг. Очень мило, опять же, очень мило. Они все сделали очень продуманно. Первый оттенок помады из этой коллекции называется Golden Beach. Он идет, естественно, с карандашом для губ. Мне очень нравится упаковка, кстати, она очень мило смотрится. Я слышала, кто-то сказал, что напоминает очень сильно помады, знаете, за там 200 рублей, ну или там 5 долларов. Как будто бы из драгсторовского сегмента. Это очень дешевая упаковка, и я не знаю, немножко, немножко я это, да, чувствую, что как будто бы это могло быть гораздо более прям люксовым. Хотя бы немножко, но упаковка, не знаю, сломается ли она через пару применений или нет, мы посмотрим на это. Итак, первое, что мы хотим, естественно, пробовать, это карандаш для губ. Он у нас в том же самом оттенке Golden Beach. Очень кремовая формула у этого карандаша, это прям чувствуется сразу же. Прошло время пробовать нашу помаду, ура! Чувствую сразу же какой-то такой сладкий аромат у этой помады, и она очень-очень кремовая по своей текстуре. Если честно, я не могу сказать, что это мой оттенок, просто потому что я не очень люблю такие, ну знаете, светлые оттенки, которые как будто бы из 90-х. Оттенок, он неплохой, но он и не мой, будет самым любимый из этой коллекции 100%. Она очень кремовая формула у этой помады, это факт, поэтому я не думаю, что держаться она будет у вас очень-очень долгое время на губах. Но мне это комбо нравится, оно неплохое, но это не мой первый выбор, когда я буду выбирать, какой же помадой мне накраситься из этой коллекции. Следующий оттенок помады из этой коллекции называется Dream House, и Colourpop описывает этот оттенок помады и карандаша как тот самый оттенок помады, который носит Барби. Я уже вижу себя, использующий этот карандаш каждый день. Вау, ребят, этот цвет, это, наверное, один из самых моих фаворитов из этой коллекции вот на данный момент, потому что я люблю такие приглушенные розоватые цвета, ну как бы холодный розовый цвет, можно сказать. Очень-очень красиво смотрится. Мне кажется, он, кстати, идеальнее всего подходит к нашему макияжу глаз сегодня, прям вау. Наша последняя на сегодня помада из коллекции Барби и Colourpop называется Malibu Sunset в цвете теплой фуксии, как описывается на сайте Colourpop. Изначально почему-то я думала, что в их коллекции должна была быть помада красного оттенка, но нет. Это самое темное, с чем мы сегодня работаем. О боже, котик прыгнул. В общем, вот так она выглядит. Она определенно подойдет сегодня нашему образу, но я не уверена, насколько мне прям супер понравится ее цвет. Ну что, давайте попробуем ее. Супер яркий цвет и очень красивый. Таким образом у нас выглядит помада в оттенке Malibu Sunset. Я не уверена, что эта помада будет отличным вариантом на тот день, когда вы захотите ее нанести и, допустим, пойти гулять. Почему? Потому что эта помада, она сатиновая, она не матовая, она не жидкая даже, да, то есть она не будет долго держаться на ваших губах, это 100%. То есть вы что-то съели, выпили воды, например, ваша помада может очень легко просто с ваших губ сместиться на кожу вокруг ваших губ. И таким образом, ну, это все будет выглядеть вообще некрасиво ни разу. Поэтому я, как думаю, эту помаду лучше всего, как мне кажется, носить куда-то, где вы знаете, что вы сможете чуть что ее подправить. Я небольшой фанат такой текстуры, когда дело касается именно таких прям ярких цветов, ярких оттенков. Потому что за ними нужен глаз да глаз, потому что чуть что они у вас по всему лицу размазываются. Поэтому мне кажется, этот оттенок, он красив, естественно, он красив сам по себе, это такой красивый оттенок теплой фуксии. Но с ним нужно быть аккуратнее, просто потому что эта помада может легко отпечататься где угодно и когда угодно. Такая вот у нас была коллекция Barbie X Colourpop или коллаборация Barbie и Colourpop. И мне что сказать, мне что сказать, потому что я думала, что это будет что-то прям вау, но я не могу сказать, что все продукты, которые я сегодня попробовала, они, ну, прям поразили меня. Например, начнем с палетки. Палетка это то, что меня поразило, мне очень понравилось качество. Я считаю, что это та палетка, тот продукт, который я буду использовать летом больше всего. Очень интересная цветовая гамма, и мне кажется, с ней можно сделать очень много интересных образов, как какой-нибудь простой дневной повседневный, так. И, конечно, образ в стиле Barbie, естественно, да, для этого палетка и была создана. К качеству теней у меня вопроса никакого нет. Я считаю, что они просто отлично показывают себя на веках, они очень хорошо растушевываются. Палетка от Colourpop, она не разочарует вас, потому что это тот момент, когда цена встречает качество. Но, однако, опять же, для Colourpop 25 долларов за палетку, это вообще далеко не маленькая цена, но, однако, это Barbie. Я думаю, что если вы любите Barbie и любите коллекционировать такие вещички, то вам захочется приобрести это и пользоваться этим. Далее, я хочу сказать что-то насчет нашего хайлайтера. Хайлайтер мне, на удивление, понравился. Я сейчас поняла, когда у меня был небольшой брейк, я поняла, что его будет очень здорово использовать на тело, потому что он такой огромный, правильно? Вот видите, опять я не могу открыть его почему-то. Я совсем забыла попробовать его на теле. Знаете, как масло наносится на кожу, и мне кажется, вот на теле он тоже смотрится ничуть не хуже, чем на лице. Поэтому, да, я думаю, что и для тела, и для лица он идеально подойдет. Мне очень-очень понравился цвет. В нем нет такого кричащего золотистого перелива, опять же, он очень спокойный. Но при этом его можно достроить до самого яркого, сияющего хайлайтера, если вы этого захотите. Очень мягкая формула, очень классно наносится. Однако, я сказала бы так, что нужно парочку слоев для того, чтобы увидеть настоящее сияние этого хайлайтера из их коллекции Super Shock. Если у вас нет такого хайлайтера от Colourpop в таком оттенке, то вам это нужно. Однако, мне кажется, если у вас много хайлайтеров от Colourpop, то это не даст вам никакого восхищения. Потому что у Colourpop очень часто их хайлайтеры, они повторяются из коллекции в коллекцию. Далее, насчет зеркала. Зеркало, естественно, это очень хорошо для коллекции, если вы любите все розы, если вы любите барби. Оно очень компактное, и мне кажется, оно будет очень идеально для путешествий. Далее, наши помады. Формула помад этих, это не то, что я так люблю. Мне кажется, эти помады, они будут отличным вариантом, когда вы, например, находитесь дома, и вы всегда можете увидеть, что у вас что-то не так на губах. Потому что, если вы, например, как мне кажется, пойдете куда-то гулять, очень легко сделать какое-то неправильное движение, и ваша помада размажется по всему вашему лицу. Потому что, как раз таки, из-за формулы. Это сатиновая формула. Из всех оттенков, естественно, мой самый любимый, это оттенок Dream House. Это такой холодный розовый. Самый любимый оттенок из всех, потому что он потрясающе смотрится на моем оттенке кожи. И мне очень-очень нравится, как дополняет мой образ, особенно с таким макияжем. И последнее, что мы сегодня попробовали, это реснички от Colourpop. Они сейчас как раз таки на мне. Мне реснички эти понравились. Они не вызывающие. Однако, для стиля Барби эти реснички не такие длинные и, я не знаю, пушистые, что ли. Если бы они сделали их чуть длиннее, это было бы вдвойне идеально, конечно, для этой коллекции. Да, ребят, такой на сегодня был обзор на новую коллекцию от Colourpop ex Barbie или Colourpop в коллаборации с Barbie. Мне будет очень интересно, что вам понравилось, а что вам не понравилось. Привлекло ли вас что-то из этой коллекции или нет. И очень интересно вообще услышать, что вы думаете по поводу этой коллекции. Обязательно оставляйте ваши комментарии внизу. Ставьте лайк перед этим видео. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Но я не буду с вами прощаться. Я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней. И да, увидимся в следующем видео, когда мне уже будет 27 лет. Ваша Юля, не прощаюсь. Всем пока.